В национальных костюмах и за душевными песнями украинцы, белорусы, азербайджане, рукодельницы и гончары с познавательными мастер-классами. В день города нулевой километр стал центром притяжения горожан. Они оделись потеплее и окунулись в праздничную атмосферу, по которой так долго скучали. Все классно, интересно. Много людей, весело так. Бокс хотим еще посмотреть. Как у вас настроение? Отличное настроение. В прошлом посмотрела как национальный секрет, понравилось, очень красиво, празднично. В этом году народу, несмотря на ситуацию, гораздо больше, чем было в прошлом году. Ну вот, по крайней мере, сейчас еще начало в 10 будет, поэтому, ну вот уже много людей, я смотрю. То есть люди натосковались, наверное? Наверное, да, дома насиделись. Дистанция выдержана в масках даже лучшие друзья человека. А те, кто забыл средства защиты дома, мог получить его совершенно бесплатно. Праздничные мероприятия развернулись и на площади советов. Баскетболисты, представители различных единоборств и пиатлонисты демонстрировали отличную спортивную подготовку. Поздравить горожан пришли и первые лица. Губернатор Виктор Томенко и глава Парнаула Вячеслав Франк обошли все национальные деревни и поздравили многонациональный город с праздником. Просим вас в нашу белорусскую карту. Спасибо, мы так отсюда посмотрим, потому что у нас большая программа, всех осенью надо успеть. Все, вы принимаете гостей? Да, принимаете гостей. Далее их путь лежал под центральной аллеей города. Десятки барнаульцев пожелали сделать памятное фото с губернатором и мэром. Финальной точкой пешей прогулки стала улица Молотобольская. Там помимо концертной программы развернулись познавательные выставки. Барнаул ремесленный и Барнаул туристический. Любой желающий мог окунуться в историческое прошлое краевой столицы. Далее по программе выступление знаменитой пилотажной группы «Стрижи» и праздничный фейерверк. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.